Германия, 1933 год. До прихода к власти нацистов остаются считанные месяцы. В составе предвыборной команды Гитлера в поездку по Вестфалии отправляется рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Однако у этого путешествия была и другая цель. Найти крепость, которая стала бы центром тайной организации Черного Ордена СС. Органа, под неусыпным контролем которого вскоре окажется вся жизнь немецкой нации. И такой замок был найден. Полуразрушенный, массивный и зловещий, над которым издавна тяготело проклятие. Замок Вевельсбург был построен в начале 17 века князем-епископом Дитрихом фон Фюрштенбергом. Эта крепость в форме треугольника напоминает копье. Дорога к нему – древко копья, а корпус северной башни – острие. Замок строился на месте древнего кладбища, поэтому изначально строителей преследовали неудачи. Закладка фундамента шла во время непрекращающегося дождя, а архитектор попал под ворот лебедки и лишился обеих рук. В 1815 году в одну из башен замка попала молния. После начавшегося пожара остались лишь наружные стены. Гиммлер очень интересовался этими местами, поскольку в его представлении это были наиболее подходящие и наиболее символичные места для германской нации. В замке Вевельсбург в специально перестроенных залах при свете факелов за круглым столом собирались 12 высших руководителей СС, чтобы привести арийскую расу к мировому господству. Помещение, в котором мы находимся, было обозначено в строительных планах ССовцев как зал для обергруппенфюреров. Это одно из двух помещений в Северной башне, которое сохранилось до наших дней в том же виде, в каком оно было сразу по окончании строительства в 1934 году. Согласно пророчеству, в которое верил Гиммлер, новая арийская раса должна возникнуть, если копье судьбы встретится со святым Граалем. Грааль – это чаша, в которую собрали кровь из ран распятого Христа. А копьем судьбы называют копье, которым римский сотник пронзил Иисуса. В замке повсюду встречается и феномен числа 12, как в библейских деяниях апостолов или легендах о короле Артуре. Гиммлер путем использования 12 элементов пытался максимально приблизить весь этот антураж к саге о короле Артуре и 12 рыцарях круглого стола. Число 12 приобретало для обитателей замка особый сакральный смысл. Главный зал, который еще называют баронским, украшен 12 одинаковыми предметами. Дюжина колонн, оконных ниш, постаментов и кресел, которые когда-то на них возвышались. Их установку Гиммлер контролировал лично. Несколько раз в году высшие чины СС собирались в замке. Религиозные медитации проводились в так называемом зале Грааля. Посреди зала в углублении, согласно легенде, проходили сожжения погибших членов ордена и их гербов. Тогда над замком поднимался столб черного дыма. Зал, в котором мы находимся, обозначен в строительных или в архитектурных планах СС как склеп. И существует источник того времени, который гласит, в этом помещении совершались культовые обряды, связанные с умершими. Некоторые историки говорят, что Гиммлер и его приближенные готовили особые напитки из плоти погибших товарищей. Эти напитки якобы даровали непобедимость в боях. Чем на самом деле занимались в Вевельсбурге члены Черного ордена СС, достоверно неизвестно. По планам Гиммлера, замок должен был превратиться в духовный центр Третьего Рейха. Судя по сохранившимся чертежам, он задумал возвести вокруг замка огромный архитектурный комплекс с автостанцией, хранилищем и аэродромом. Глядя на проект расширения замка, нельзя не увидеть очертания все того же священного копья. Существует очень короткая запись в дневнике Гиммлера, датированная 1944 годом. Эта запись гласит следующее. После окончательной победы, имеется в виду победа немцев, замок Вевельсбург должен был превратиться в рейс-хаус для группенфюреров СС. Ну или в переводе еще на русский, более точнее это имперский дом для офицеров, для группенфюреров СС. Генрих Гиммлер был самым ярым приверженцем оккультизма в руководстве Третьего Рейха. В молодости он увлекался магией, а став командующим СС, окружил себя астрологами и провидцами. И даже разведывательную информацию получал от ясновидящего. Именно Генрих Гиммлер стал инициатором создания самой загадочной организации фашистской Германии Анненербе. Предложили создать некое общество наследия предков. То есть поиск корней этих наследий предков на научной базе. И это общество нам хорошо известно, это Анненербе, наследие предков в переводе с немецкого. Они решили попытаться открыть мистические каналы, параллельные миры, общение с духами, на базе спиритизма замешано. В 1937 году со всеми отделами и филиалами Анненербе вошла в состав СС. Главным местом ее базирования становится мистический замок Вевельсбург. И развелось в конце концов в Черный Орден СС, в Третий Рейх, в создание некого такого полумистически оккультного окружения вокруг Гитлера, которое имело свой центр, свой замок, в котором сидело 12 же, как обычно, отцов-основателей, которые вели Третий Рейх к светлому, как они считали, господству над планетой. Свой Черный Орден СС Гиммлер организовал по образу и подобию средневековых орденов. Основной задачей стал поиск древних символов власти, которые должны были помочь Третьему Рейху обрести мировое господство. В главном замке Черного Ордена СС по личному приказу Гиммлера соорудили постамент для легендарной чаши Грааля. Она и должна была дать нацистам абсолютную власть над миром. Грааль до сих пор не найден. Существует легенда, что он найден, что масоны его нашли. Это чаша, из которой на тайне вечеря причащался сам Иисус Христос, когда он передавал ее по кругу своим ученикам. И якобы она из золота вся и драгоценными камнями отделана. Но найдена ли она нет, пока это очень сложный вопрос. Согласно легендам, священные предметы, связанные с жизнью и смертью Христа, были вывезены с Востока вскоре после падения Иерусалима. Столетиями древние реликвии хранили некие организации, которые владели не только несметными богатствами и властью, но и тайными знаниями. Информация, какие-то способы воздействия на людей, древние знания, все это сила, но сила, которая нуждается в защите. Вот почему многие знания хранились в тайне. Это не только в древнем Египте, ну, считается, что вот эти общества появились впервые, там, пять тысяч лет назад в древнем Египте. Но египетские жрецы были лишь хранителями знаний. Они получили их от еще более древних цивилизаций. Так утверждают легенды розенкрейцеров. О тайном обществе розенкрейцеров известно не одно столетие. Основателем ордена был немецкий философ-мистик христиан Розенкрейц. В молодость он посетил Иерусалим, Египет. Общался с мудрецами Дамаска, Феса и таинственного Дамкара, где и получил тайные знания. Вернувшись на родину, он создал братство Розы и Креста, главной целью которого было постижение божественной мудрости, раскрытие тайн природы и оказание помощи людям. Все легенды розенкрейцерской выстраиваются из того, что они являются потомками Атлантов. И что им переданы знания Атлантов через египетских жрецов. Атлантидой назывался материк в центре Атлантического океана. Во время планетарной катастрофы эта земля ушла под воду. Древние источники сообщают, что Атланты смогли передать свои знания потомкам лично. Ведь незадолго до гибели Атлантиды ее представители направились в Египет. Утверждается, что Атланты имели уникальные способности. Используя третий глаз, они передвигали тяжелые предметы. А еще обладали исключительными научно-техническими знаниями. Как считала оккультистка Елена Бловацкая, эти знания Атлантов до сих пор хранит пирамида Хеопса. В 19 веке во Франции розенкрейцеры передали представителям официальной науки несколько планов подземелий вокруг египетских пирамид. Планы эти когда наука всерьез не восприняла, все-таки подшили, образно говоря, куда-то в папочку. И вот где-то в конце уже 20 века, когда появилось оборудование, которое позволяет зондировать почву в глубину, американцы и японцы вдруг обнаруживают, например, пустоты под сфинксом. Комната площадью где-то 9 на 12 квадратных метров, находящаяся на глубине чуть больше 5 метров. Находят несколько коридоров. Скрытые помещения, обнаруженные под основанием пирамиды Хеопса, ученые датируют 12 тысячелетием до нашей эры, тогда как сама пирамида была построена лишь в 2540 году до Рождества Христова. То есть подземелье древнее пирамиды на 10 веков. Рядом с пирамидой Хеопса был найден колодец, уходящий на большую глубину, дошли приблизительно до 36 метров и от него в стороны отходят коридоры. Единственное, что уже где-то на небольшой глубине, там 5-6 метров, все затоплено. Оттуда пытались откачивать воду, чего-то они сумели добиться, но тем не менее какие-то подземелья там реально существуют, и розенкрицеры знали о них уже в 19 веке, если не раньше. Так какие же знания оставили человечеству атланты? и почему их держат в тайне розенкрицеры? Современные исследователи считают, что атланты общались с внеземными цивилизациями. Благодаря этим контактам они овладели даже летающими машинами. Настоящие розенкрицеры происходят от знаний пришельцев Сириуса, то есть Сирисуанская легенда у них. И название их было как лилия и анг или даже лотос и анг. Лотос символ знаний Верхнего Египта, анг символ знаний Нижнего Египта. Но дело в том, что когда это попало в азиатские края, то там лотос имел название шушана, прекрасный цветок. А когда появилась роза из персии, то она тоже появилась, ее стали называть шушана, поэтому лотос перетек в розу. А анг, который египетский крестик с колечком, который олицетворяет Изиду, Изида это богиня знаний, он перерос в крест христианский, поэтому они стали розенкрейцерами. Крест с розой так переводят современные европейцы название древнего ордена. Розенкрейцеры особенно преуспели в алхимии, поисках философского камня и эликсира жизни. Розенкрейцеры, которые начинали как алхимики, искали как раз вот эти способы превращения свинца в золото, эликсира вечной молодости, философского камня, в результате превратились в некие научные общества. Мы получили всяческие общества, Исаака Ньютона, Королевское научное общество, Академию наук французскую. Все это на базе розенкрейцеров. Был розенкрейцером и легендарный Филипп Теофаст фон Гогенхайм, более известный как Парацельс, самый прославленный целитель и пророк средневековья. Благодаря тайным знаниям розенкрейцеры довольно скоро попали в ближний круг всех европейских правителей и стали их доверенными лицами. В 17 веке этот орден добрался и до России. Когда императрица Елизавета должна была финансировать армию, должна была строить города, тот же самый Зимний дворец, Петербург, поднимать опять с нуля, делать его великодержавным. И к ней пришли два ее верных подданных, имели с ней секретное заседание, после этого появился город Гусь-Железный, здесь вот у нас подрезание по сути дела, в котором никаких железных роджей быть не может по определению геологическому, но в Гусь-Железном вдруг ниоткуда непонятно каким образом начали печатать золотой червонец. То есть мы можем сказать, что знания алхимические изготовления золота, они использовались. Чудесным секретом превращения металлов в золото владели члены и другого тайного ордена. Тамплиеры. Создав могущественную банковскую империю, в средние века они достигли невероятной власти. Тамплиеры хранили какие-то знания достаточно серьезные и достаточно непонятные даже сейчас, потому что, во-первых, они первые начали печатать золотую монету в таком количестве, в котором золотые рудники золота не добывали. То есть, может быть, они имели доступ к знаниям, как делать, к трансмутации металлов, как делать золото из свинца, скажем так. Орден тамплиеров возник в Иерусалиме еще во время крестовых походов в 12 веке. Основатель ордена рыцарь Гуга-де-Паен и восемь его товарищей дали клятву защищать христианское королевство в Палестине. Приняв их услуги, король отвел рыцарям часть своего дворца. Когда-то на этом месте стоял великий храм Соломона, а сегодня высится мечеть Аль-Акса. Именно рыцари-монахи в белых плащах, согласно легендам, владели священными реликвиями мира. Плащаницы Иисуса, чашей Грааля, книгой власти и ковчегом завета. Что касается тамплиеров, то они действительно испытывали большой интерес к всевозможным реликвиям. Король Иерусалимский Булдуин поселил их рядом с разрушенным храмом царя Соломона, откуда они получили собственно свое второе название храмовники. Там они в течение по меньшей мере девяти лет вели раскопки, якобы именно там была найдена чаша Грааля, а также скрижа Лизавета. Не секрет, что Иерусалимская земля под Храмовой горой пронизана сотнями тайных ходов и тоннелей. Скорее всего тамплиерам удалось отыскать там ковчег завета. Библейские предания называют так обитый золотом короб, в котором лежали скрижали завета. Каменные плиты с десятью высеченными заповедями. Легендарная и величайшая святыня. Хранился он в Иерусалимском храме. В Библии упоминается чудесное свойство ковчега. Он поднимал в воздух себя и своих носильщиков и излучал свет. В текстах точно описывается монотонный звук, который издавал драгоценный короб. Он сверкал и сжигал людей, то есть вел себя как некий механизм. Не исключено, что ковчег был радиоактивен. Согласно преданиям, все, кто открывал его, умирали от страшных ожогов, а жрецы-хранители ковчега носили специальную защитную одежду. Исследователи считают, создать ковчег в то время могли только представители внеземных цивилизаций. Хотя раскапывать храмовую гору нельзя под страхом смерти, темплиеры нарушили запрет. И, как сообщает легенда, нашли обломок скрижали, каменные плиты из ковчега завета. После этого они вернулись в Европу и моментально орден расширился, разросся и через год их насчитывалось уже 50 тысяч приорадств по всей Европе. Они, скажем так, курировали или патронировали строительство, строительство дорог, мостов, храмов, мечетей, банковскую сферу, дипломатическую сферу и так далее, и так далее. То есть, по сути дела, это было государство, над государствами. Возможно, приобрести огромную власть тамплиерам помогли древние реликвии, в том числе святой Грааль. Слишком уж стремительным был взлет нового тайного общества. Орденские замки плотной сетью накрыли Европу. Тамплиеры не признавали власти монархов, на чьей земле располагались их владения. И имели свой суд и полицию. Ордена преуспели эти, и, в общем-то, тамплиеры стал один из богатейших орденов не только в Европе, но и во всем мире. Почему, собственно, и через годы, через десятилетия им просто стали завидовать, их стали ненавидеть. Орден стал крупнейшим ростовщиком в Европе. Среди его должников были короли, епископы и даже сам папа. Тамплиеры даже создали свой банк с отделениями в европейских странах. Именно они сделали гениальное изобретение, которым мы пользуемся и по сей день. банковский вексель в частности был изобретен ими. до этого купцам всегда надо было возить деньги с собой в какой-то торбочке, то тамплиеров они могли получить вексель, приехать в другой город и там те же самые тамплиеры выдавали им уже наличность. Казалось, будто тамплиеры знаются самим дьяволом. Они чеканили собственную монету, причем в огромных поистине несметных количествах. За каких-то 100-150 лет они изготовили столько серебряных денег, что те стали платежным средством по всей Европе. Но откуда у тамплиеров было столько драгоценного металла? К тому времени все европейские серебряные рудники уже прибрали к рукам короли и сеньоры, а из Палестины рыцари храма вывезли немного. Согласно легендам, тамплиеры-алхимики все же смогли превратить свинец в серебро. Но есть и другая версия. Храмовники вывозили серебро из Америки, о существовании которой узнали задолго до ее открытия. За 250 лет до экспедиции Колумба. И уже потом сообщили о новом свете легендарному путешественнику. Колумб подправляется в Америку на трех кораблях, у которых на парусах изображены кресты именно раннего тамплиерского типа с этими притупленными концами. Почему Колумб плывет именно под тамплиерскими крестами? И существует предположение, что он, в общем-то, плыл по картам из Александрийской библиотеки, которые тамплиеры могли найти либо приобрести на Ближнем Востоке. Ну и поскольку в Испании они не подверглись преследованиям, в отличие от Франции, они могли передать эти карты либо лично Колумбу, либо кому-то еще, с кем он был связан. Откуда храмовники узнали о существовании нового света? И почему эти знания стали тайной настолько важной, что хранить ее было поручено самому великому магистру и высшим чинам ордена. 200 лет самое могущественное тайное общество Европы не боялось никого и ничего. Но именно эта мощь, военная и финансовая, и стала причиной его гибели. Пятницу 13 октября 1307 года верхушка ордена темплиеров была арестована по приказу короля Франции Филиппа Красивого. С тех пор каждая пятница, которая приходится на 13 число, считается чертовым днем. После пыток темплиеры были казнены. Их объявили еретиками. И сам папа заявил о распуске ордена. Темплиеры рассыпались на множество орденов. Нам говорят, что их ликвидируют. Ничего подобного. Орден Христа в Португалии это те же самые темплиеры. Орден Чертополоха в Шотландии это те же самые темплиеры. По всей видимости, опричнина Ивана Грозного это те же самые темплиеры, которые ушли сюда. Однако богатства ордена, на которые рассчитывал король, исчезли с гибелью его магистров. Вот уже сотни лет пропавшее золото ищут на острове Кипр. Согласно легендам, оно спрятано в старом замке в Лимассоле. Но корабли с бежавшими темплиерами могли найти убежище и в новом свете. В Мексике или в Северной Америке. Там, на острове Оук, еще в начале 19 века обнаружили таинственную шахту, которая была построена по технологиям, которыми владели темплиеры. За 100 лет своего существования они построили 3000 городов в Европе, которые практически все мы знаем. Париж, Кёльн, Берлин и так далее. И практически все готические храмы, которые были построены за 100 лет, а потом после утилии секрета или после ухода темплиеров под пулья, разгрома, как нам говорят ордена темплиеров, достраивались 400-500 лет. То есть им кто-то открыл эти знания. Но куда исчезли сокровища темплиеров и самый главный священный артефакт, дающий власть и могущество – чаша Грааля? Нет единого мнения, куда эти богатства были вывезены. Ну, есть такая версия, что часть через Ла-Манш в Англию отправили, часть, даже и такая версия связана с Россией, что какие-то богатства были вывезены и захоронены в Москве. Вернее, тогда даже называется место Девичье поле. Это еще правда в то время не была Москва, а такой пригород. Выходит, что следы этого ордена затерялись в том числе и в России. Более того, легенды даже донесли до нас конкретное местонахождение сокровища тамплиеров. Где-то в районе Девичьего поля там колоссальные пещеры огромные, природные, и вот якобы там часть богатства тамплиеров по согласованию с великим русским князем Василием были захоронены в тех пещерах. Ну, попытки были искать и в конце 19-го века, в середине 20-го века, в 60-х годах я знаю, энтузиасты, любители отправлялись в эти подземелья, но информации нет, чтобы что-то было найдено. Некоторые исследователи уверены, что древние реликвии попали в руки римских епископов в Ватикан, где они в строжайшем секрете и хранятся до сих пор. Часть топлиеров, оказавшись в Италии вместе со своими сокровищами, это и копье, это и грааль, и туринская плащаница, очень имели большие контакты с Ватиканом. Сегодня известно место хранения лишь одной реликвии. Она находится в серебряном ковчеге в соборе Сан-Джованни Батиста на севере Италии. И по месту нынешнего хранения получила название туринской плащаницы. Холст с изображением обнаженного мужского тела во весь рост. На одной стороне анфас, на другой со спины. Черты лица, губы, борода и волосы изображены настолько правильно, что не могут быть сделаны рукой художника. Следы крови и ран говорят об одном. Образ на полотне возник, когда тело Христа лежало в погребальной пещере. С плащаницей вообще это очень интересная история, потому что мы знаем, что в одно время было проведено исследование плащаницы, было четко подтверждено независимой экспертизой, что это изделие тысячного года, за тысячный год, то есть через тысячу лет после смерти Христа, если придерживаться официальной хронологии. Потом это дело замяли и сейчас об этом замолчали. Поэтому что из себя представляет плащаница? Или это доказательство того, что хронология смещена на тысячи лет? Или это ну скажем не на самом деле артефакт? Это трудно сказать, поэтому говорить о том, что тамплиеры хранили плащаницу, может быть и хранили, но это явно не та плащаница, которую нам показывают сейчас. Окровавленный холст, как христианская святыня, впервые упоминается в 12 веке в каталоге царьградских реликвий. Но уже меньше, чем через сто лет он таинственным образом исчезает из Константинополя во время разгрома города крестоносцами. В течение 150 лет судьба святой реликвии оставалась неизвестной, пока в 1353 году некий граф де Шарни не передал ее в церковь французского города Лира. Однако местный епископ почти сразу объявил ее подделкой. Это неверная версия. Туринская плачница действительно является тем сауном, в которой было причистое тело Иисуса Христа, спасителя и искупителя мира обернуто. Оно действительно ощущение энергетики и благодати присутствует. Плат Вероники так называется еще один лик, который хранится сегодня в соборе Святого Петра в Ватикане. Плат Вероники совершенно аналогичный артефакт. То есть женщина по имени Вероника дала плату Иисусу Христу, когда он шел на Голгоф унеся на себе крест, он утер лицо и на этом платье появилось изображение ранее еще до гонений даже царя Дессы Абгир присылал несколько писем Иисусу Христу с просьбой приехать в Эдессу и помочь ему в лечении болезни. Христос умылся в ручье, сушил лицо платом и этот плат отправил одессовскому царю. Опять же там было изображение лица. То есть по меньшей мере существует три таких оптимфооктан. Исследователи обнаружили, что желто-коричневый цвет изображения появился потому, что сами молекулы ткани изменили свою химическую структуру. И возможно это лишь в том случае, если на холст воздействовали чем-то вроде рентгена. Теория огненного тела. Такое название получила единственная признанная учеными версия происхождения необъяснимого феномена. В момент воскрешения тело Иисуса было наполнено некой энергией, сходной с энергией плазмы. Быть может плащаница имеет неземное происхождение? Объясняется так, что когда Иисус Христов был завернут в пелены, что его тело прошло сквозь Туринскую плащаницу, буквально разложившись на атомы и выйдя в виде луча света. И чем породилась вот эта легенда, что якобы это внеземная цивилизация и вещи так внеземного происхождения. Плащаница единственный свидетель не только смерти Иисуса, но и его воскрешения. Если плащаница продукт контакта с инопланетным разумом, то что произошло, когда камень закрыл вход в погребальную пещеру? Я думаю, что это скорее описание не контакта землян с неземной цивилизацией, а описание ухода в некую пространственную дыру, я не знаю, или временную дыру, или уход в параллельное существование с некой такой вспышкой энергетической. И именно когда он является потом апостолом, когда он является потом Марией, происходит то же самое, происходит энергетическая вспышка, появляется его образ. Летопись подробно описывает непонятный свет, озаривший черную южную ночь и его источник. Сияющее облако спустилось к гробу, из него появился человек, состоящий из света, а потом раздался страшный грохот. Так может, облако было неким летательным аппаратом, а жуткий гул звуком работающих двигателей? То, что Иисус Христос был представителем неземной цивилизации, можно легко опровергнуть тем, что никаких свидетельств о вмешательстве неземной цивилизации и никаких строчек в Евангелии на эту тему мы не найдем. Так или иначе, но когда люди приблизились к гробу, тела Христа там уже не было. Современные уфологи сравнивают это с рассказами очевидцев, которых забирали на борт НЛО. И многие детали в описании удивительным образом сходятся. Выходит, что Иисус был оставлен на Земле для миссии, после выполнения которой он вернулся в свой мир. Есть и другие доказательства контактов землян с пришельцами. Считается, тамплиеры хранили еще одну инопланетную реликвию машину Манны. тамплиерами связана и современная как я полагаю все-таки сказка о том, что они хранят машину Манны, которую инопланетная цивилизация некая даровала Моисею и его народу. И вот он использовал эту машину Манны для того, чтобы кормить людей в течение сорока лет, что водило их по Синайской пустыне. Исследователи уверены, аппарат, что сорок лет кормил иудеев небесной Манной во время их хождения по Синайской пустыне изобрели инопланетяне. Скорее всего, машину Манны запускал тот же ядерный реактор, что и ковчег Завета. Существует несколько таких реконструкций этой машины, сделанных американскими и немецкими уфологами. По сути, это что-то вроде большого жбана на колесиках. Там находилась вода, водоросли какого-то определенного типа. Ну и за счет ядерного вот этого подогрева, наличия неких ингредиентов, водоросли вырабатывали вот эту самую Манну, которая отходила через специальный кран. Пришельцы посещали нашу планету не только во времена Атлантов или при жизни Христа. Они и сегодня обитают среди нас, правда, в людском обличии. Все они члены общества иллюминатов, то есть тайных правителей мира. Некоторые конспирологи, такие как Дэвид Айк, известный также под фамилией Ике, считают, что они сами по сути своей пришельцы рептоидного типа. В книге Дети Матрица он утверждает, что они проникают в наше пространство из какого-то параллельного мира. Он исследовал их в течение нескольких десятилетий и знает несколько десятков человек, которые видели превращение иллюминатов обратно в рептоидов. Орден иллюминатов самый таинственный и влиятельный. И, возможно, за многими мировыми событиями стоят именно иллюминаты. Выходит, что нами, землянами, управляет некий высший разум. конспирологи, которые утверждают, например, что эти рептоиды прилетели с планеты Драко, полагравят людьми какими-то неправедными способами. Пришельцы они на самом деле или люди, но иллюминатам конспирологи приписывают поистине нечеловеческие возможности. Утверждается, что они контролируют все значимые области нашей социальной и политической жизни. К иллюминатам относят самые богатейшие семьи нашей планеты. Те, которые правят миром из-за кулис. Всего их 13. Ротшильды, Рокфеллеры, Астеры, Бунди. К ним близки еще 4. Диснеи, Макдональды, Круппы. И вот по сути эти 13 представляют собой тайны правительства мира. Возникла эта, скажем так, группа еще до нашей эры. С того самого времени они очень тщательно следят за чистотой собственной крови, допуская браки своих сыновей и дочерей только с людьми либо из аристократии, либо дела и вовсе доходят до кровосмешения. Легенды называют орден иллюминатов самым древним. Предания утверждают, что 6 тысяч лет назад какие-то внеземные силы передали шумерским жрецам некую книгу власти, записанную на камне. Книга знаний, которая была обнаружена на шумерском камне, якобы такой философский трактат, в котором четко прописано прошлое и будущее, что было, то будет. В это секретное общество входили многие известные ученые, в том числе Коперник, Ньютон, Галилео Галилей. Выходит, и они получали информацию от представителей внеземного разума. Иначе как объяснить, что некоторые открытия этих ученых, при том уровне развития науки и техники, были просто невозможны? С Галилео Галилеем связана достаточно интересная история. Дело в том, что существовала лунная карта, составленная им, на ней были изображены оба полушария Луны, ее темная сторона тоже. Сделать это с помощью телескопа невозможно, то есть откуда вывозились материалы его темной стороны Луны это тайна. Как выглядит обратная сторона Луны земляне узнали лишь в 1959 году, спустя 300 лет после того, как это было зафиксировано на картах Галилея. Первый человек на поверхность спутника ступил еще 10 лет спустя, в 69 году прошлого столетия. Оказывается, и высадка американского экипажа произошла в точке, отмеченной на карте Галилея. Почему Аполлон полетел именно туда, пока остается загадкой? На этой карте, что самое интересное, якобы крестиком было помечено то место, где позже высадились американские космонавты из миссии Аполлон. То есть эта карта какими-то путями оказалась в руках НАСА, и почему-то НАСА знала, что крестиком помечено что-то достойное внимания. Еще одно тайное общество масоны. По одной из версий, в орден масонов объединились оставшиеся тамплиеры. Существовал орден вольных каменщиков, то есть гильдия вольных каменщиков, гильдия, которая строила все храмы, дороги, мосты и так далее. Вольный каменщик в переводе на французский это фримасон, то есть вольные каменщики. Вот с них и пошло нынешнее общество масонов, вольных каменщиков. Другая версия связывает масонов с братством иллюминатов. Якобы и тем и другим древние жрецы передали то, что мы знаем как книгу знаний или книгу власти. Ведь знания всегда имели силу. Особую на переплетении магии, психологии и тайных умений. Несколько тысячелетий назад некие высшие силы, для нас это скорее всего внеземной разум, явили шумерским жрецам камень, на котором были записаны правила управления людьми, то есть правила управления государством. позже на пяти папирусах она была скопирована египетскими жрецами, они использовали ее для тех же целей управления обществом. Египетские жрецы были первыми, кто создал могущественную тайную организацию. Более поздние тайны общества были подобны египетскому и унаследовали оккультные знания и магические способности древних жрецов. Это легенды, так называемые сересуанские легенды и масонства, и розенкрейцерства, и тамплиерства. Они говорят, что вот они получили знания от древних и те, посвященные которые доходят до высших ступеней, градусов в этих организациях, в этих обществах. Им открывается возможность общаться духовно или там улетать в другие измерения, и они могут получать знания непосредственно сами. Выходит, что и в наше время члены тайных обществ контактируют с внеземными цивилизациями. Они хранят древние знания и артефакты, дающие власть над миром, в том числе и чашу Грааля. Мы должны определить, что такое Грааль. Пойдем по версиям. Грааль это чаша, в которой собрана кровь Христа. Сант-Грааль, Святая Грааль, Святая Кровь. Грааль это потомки Христа. Святая Кровь. Опять же. Грааль это камень. Ну, я не знаю, там, метеорит, прилетевший, это и в нем послание от зеленых человечков. Грааль это хранилище знаний. Грааль это еще чего-то, еще чего-то. По всей видимости, темплиеры нашли, его, именно его они искали в недрах храмовой горы. Они его нашли, что это такое, никто не знает. После бегства темплиеров из Франции следы тайной реликвии потерялись. По одной из версий члены тайного ордена передали Грааль масонам. Об этом свидетельствует и зашифрованное письмо 17 века. В нем говорится, что масоны получили тайный знак, по которому впредь будут узнавать друг друга по всему миру. Конспирологи не исключают, что этим паролем и был святой Грааль. По другой версии, Грааль может находиться где-то в России. И об этом есть в Ипатьевской летописи записи официальная, Ипатьевская летопись у нас официальная, что прибыли 18 набойных насадов, то есть галер, на них приплыли темпличи Соломоновы и били челом государю, митрополиту, тогда не было патриарха, митрополиту, и народу славянскому с тем, что их обидел царь Гальский, и они бьют золотом, жемчугами и сокровищами, челом, чтобы их приняли под руку славянскую. Их приняли и все то, что они привезли, осталось здесь, спрятано. С этого момента начали крыть золотом купола на церквях, показывая, что мы настолько богаты, что богаче нас в мире и в этом нет. Некоторые конспирологи приводят данные, что немцы все-таки отыскали Грааль и даже передали его Гиммлеру. Якобы чаша всю войну простояла в орденском замке Третьего рейха Вевельсбург, но в 45-м году загадочно исчезла. Считается, что тем же таинственным образом после войны из замка пропала еще одна древняя реликвия копье судьбы. Этим копьем римский легионер пронзил сердце Христа. Согласно древнему пророчеству, тот, кто владеет копьем, будет владеть миром. В Европу из Святой Земли артефакт привез Людовик Святой. С этого момента им обладали почти все известные императоры, в том числе Карл Великий и Наполеон Бонапарт. Своих хозяев реликвия наделяла в том числе и даром ясновидения, помогая выигрывать все сражения. Адольф Гитлер увидел древнюю реликвию в Венском музее еще во время Первой мировой войны. С той самой минуты ефрейтор стал грезить о всемирном господстве. Мы все время забываем, что древние они были символистами. И мало того, под названием копье может быть и не копье, а молния или еще что-то в этом духе. По официальной версии, после разгрома нацистской Германии копье вернули в Вену. Сегодня оно считается самым древним из четырех известных. Наряду с Ватиканским, Армянским и Краковским, а следовательно и подлинным. В чьих руках находится чаша Грааля, дающая власть над миром, неизвестно. Тайные общества продолжают хранить свои секреты и по сей день. А человечество на протяжении столетий пытается найти древние сокровища и разгадать их тайну. Удастся ли это когда-нибудь сделать? В 1922 году после пяти лет поисков археолог Говард Картер вскрыл гробницу Тутанхамона. Ученые нашли нетронутую мумию фараона, множество драгоценностей и предметов древнеегипетского обихода. Там же в гробнице была обнаружена надпись «Смерть быстрыми шагами настигнет того, кто нарушит покой мертвого правителя». Это предупреждение исполнилось. На протяжении восьми лет после вскрытия гробницы один за другим умерли практически все причастные к раскопкам люди. 21 человек. Золото фараона оказалось смертельным. Золото. 79-й элемент таблицы Менделеева. Тяжелый, желтый, мягкий и крайне непрактичный металл. Пожалуй, единственным его достоинством можно считать долговечность. Золото не подвластно времени. Но неужели способность металла не вступать в реакцию с большинством веществ на планете может сделать его самой большой ценностью для людей? Или у золота существует другая, таинственная, магическая сущность? И именно благодаря ей оно тысячелетиями властвует над миром? При изучении барельефов древних храмов в Карнаке египтологи столкнулись с загадкой. Среди изображенных на стене сокровищ фараона Тутмоса Третьего есть несколько конических предметов. Иероглифы под изображениями перевели как золото и белый хлеб. Изображения хлебных изделий позже обнаружили во многих других храмах и гробницах. Почему конические предметы названы золото и хлеб? Стало понятно после расшифровки текстов пирамид в погребальной камере египетского царя Уноса. Тексты описывают некий порошок грядущего, который приводит властителя к конечному озарению. А вот еще один факт. В Карнаке в 1450 году до нашей эры был основан металлургический союз просвещенных мастеров. Их часто называли Великим Белым Братством. Почему? Да потому что они могли превращать золото в тот самый белый порошок грядущего. Сопоставив массу исторических фактов и документов, английский королевский историк Лоренц Гарнер пришел к выводу. Высшие правители Египта ежедневно добавляли порошок грядущего в пищу. Таким образом, фараоны питали свое светящееся тело. Мы только знаем описание, какие эффекты оно давало. Усиление воли, усиление сознания, усиление памяти, способность работать с огромными объемами информации. Это позволяло им удлинять жизнь, а после смерти переходить в так называемое поле благословенных и присоединяться к богам. Насыпанный в форме конуса порошок древние египтяне называли камнем. В средние века поиском именно такого камня занималась целая наука. Исследователь Владимир Рохмистров уже много лет изучает древние книги по магии и алхимии. Главной целью алхимиков был философский камень, с помощью которого можно превращать некоторые металлы в золото. Однако, изучив труды средневековых ученых более внимательно, можно обнаружить, золото в этой схеме было лишь побочным продуктом. Во всех высоких алхимических трактатах обязательно написано золото алхимиков не есть золото черни. То есть наше золото заключается не в этом. Золото это символ. Это царь металлов, это символ жизни, солнца. Попытка понять, каким образом может ктуть перейти в золото, это как раз попытка понять, как человек может стать совершенным и бессмертным. То есть, философский камень это эликсир бессмертия. И если верить истории, его поиски были далеко не безуспешны. В начале 15 века во Франции никто не сомневался. Их современник Николя Фламель смог найти философский камень. Перед тем, как он исчез, он стал сказочно богат. Он основал целый благотворительный медицинский институт, где там и похоронен на кладбище невинноубийных младенцев. Ну, как вот. Современники Фламеля уверены, история с похоронами была инсценирована. Точно так же исчез другой знаменитый алхимик, британский философ Эрнея Филолет. Незадолго до исчезновения он выпустил трактат, в котором подробно описал свой философский камень. Это названо камнем за неизменность своей природы. По составу это золото, более чистое, чем чистейшее. Оно неизменно и не горюче, как камень, но внешне оно похоже на очень тонкий связь философского камня с порошком грядущего очевидна. Более того, есть основания предполагать, что секрет его изготовления не остался в Средневековье. Это место на Васильевском острове Санкт-Петербурга с 17 века известно как квартал аптекарей. Наибольшую славу в этом квартале имела аптека доктора Пеля. Вергейм Пель приобретя аптеку не только продавал лекарства, лекарственные препараты. Им были одновременно сразу приобретены помещения по Днепровскому переулку, где были основаны лаборатории. Доверие к продукции Пеля было столь высоко, что его лекарства регулярно поставлялись ко двору. После смерти Вильгельма аптеку унаследовал его сын Александр. Именно с его именем в Петербурге связано множество легенд. С начала 20 века аптека представляла собой целый фармацевтический комплекс, который включал не только аптеку, также лаборатории. Здесь были научные, производственные лаборатории, научная библиотека. В лабораториях Пеля работало более 70 человек. Днем владелец аптеки руководил фармацевтическим производством, а ночью спускался в подвал, где была оборудована алхимическая лаборатория. Туда он не пускал никого. Многие относятся к алхимии как к способу именно познания действия веществ, как они реагируют друг с другом, что получается в результате соединения тех или иных элементов, как вообще ведет себя природа. Это способ познания мира, и для фармацевти это было конечно же неизбежно. Сохранились аптекарские книги. Среди прочих услуг аптека Беля предлагала довольно экзотическую. Позолоченные пилюль. Стоили они 60 копеек за 30 штук и пользовались большим спросом среди столичных аристократов. Невысокая стоимость товара наводит на мысль, что недостатка в золоте аптека не испытывала. В 1918 году производство национализировали. В одной из пристроек расположилась жилхозконтора. Ее работники постоянно болели. Причину странных заболеваний обнаружили уже после Великой Отечественной войны. Во время ремонта из межэтажных перекрытий на строителей вылилось несколько литров металлической ртути, главного сырья алхимиков. О том, что владелец аптеки работал с золотом, говорит еще один интересный факт. В 1905 году газеты писали о жалобах, которые стали поступать в полицейский участок от жильцов соседнего дома. Якобы во время полнолуний из трубы, исходящей из подземелья аптеки, вылетают некие крылатые существа. Грифоны. Они хлопают крылами и наводят ужас. Жильцы просили принять меры к аптекарю Пелю и запретить тому выпускать на свет Божий всякую нечисть. Молва нарекла это сооружение башни грифонов. Говорят, призраки крылатых львов и поныне появляются над башней лунными ночами. Грифоны. Мифические крылатые создания с туловищем льва и головой орла. Древнегреческим автором Аристеем, жившим в 7 веке до нашей эры, описываются как существа, охраняющие месторождение золота в горах. Геродот еще писал, что в Рифейских горах золото видимо-невидимо и хранят то золото грифы. Но так случилось, что во втором тысячелетии была утеряна и методика поиска золота и само золото и находили его только лишь в курганах. Историки считают, что Рифейскими горами древние называли Урал. Описания Геродота подтвердились в 1745 году, когда житель села Шарташ Ерофей Марков нашел недалеко от Екатеринбурга первый самородок. Сегодня это город Березовский. Добыча золота здесь не прекращается уже 250 лет. Исследователи считают это место аномальной зоной. Шахтные выработки под территорией города простираются более чем на 100 километров. Сообщения о неопознанных летающих объектах поступают отсюда регулярно. А местные легенды рассказывают о многочисленных таинственных существах, встречающихся как на Земле, так и под землей. Существуют расколы, в которых как бы и появляются вот эти существа из параллельного мира. Кто-то видел громадного змея, кто-то видел существа, похожие на человека, но маленького роста. Когда-то добывать золото здесь начинали каторжане или кандальники. Большинство из них оставались в подземельях навечно. Людей будили часа в четыре утра. Кормили очень плохо бурдой. Кто где-то что-то не слышал окрика, команды, били розгами. Работали они по четырнадцать шестнадцать часов в сутки. И если представить, что они рубили вот эту скалу в шахтах, а единственными инструментами были кайло и лопата, то я думаю можно предположить каково им здесь жилось. Конечно же они погибали, погибали и погибали. За заключенными наблюдала специальная горная полиция. Надсмотрщики отличались особой жестокостью. После первой попытки к бегству каторжанина брили наполовину. После второй помимо кандалов на шею надевали вот такие колокольчики. До самой смерти беглеца стража знала о каждом его шаге. В наших шахтах люди знающие, те, которые занимаются эзотерикой, они увидели плазмоиды. И вот кто-то говорит, что это именно души этих людей. Кто-то говорит, что это какие-то другие энергетические сущности. Бог его знает, что это такое на самом деле. Шахта Северная самый древний из действующих рудников в мире. Глубина 520 метров. Технология добычи золотой руды за сотни лет практически не изменилась. Сначала в стенах и потолке высверливают отверстия. В них закладывают взрывчатку, аммонит. Породу взрывают. Трактором нагружают в вагонетки, вывозят к транспортеру и поднимают на поверхность. Собственно, золотом это назвать никак нельзя. На тонну этой серой массы приходится от силы 8 граммов драгоценного металла. Удивительно, но пуще золота здешние шахтеры почитают вот такую обычную на первый взгляд белую плесень. Считается, что она возникает в тех местах, где существует невидимый переход в другие измерения. В темноте она начинает светиться. Трогать эту плесень старатели категорически запрещают. Раньше при проходке использовалась деревянная крепь. И вот за счет сырости появлялась плесень. И вот эта плесень могла принимать разные виды и формы. Шахтерские легенды Валерий Лобанов знает не понаслышке. Он потомственный золотоискатель. Даже родился на прииске, где золото добывал его отец. Позже сам работал в старательской артели. Сегодня Валерий Анатольевич по крупицам собирает историю родного края. В заброшенной шахте он решил организовать музей золота. Убрав плесень с одной из стен будущего музея, строители увидели, как от того самого места из темноты в их сторону направляется светящийся белый силуэт. О призраке белого шахтера в Березовском знает каждый. Этот белый шахтер, который появился в наших шахтах, он или указывал кому-то доброму человеку богатые золотые жилы, или кого-то выводил, кто заблудился в наших выработках на поверхность, но горе тому, кто с черными мыслями и нечистой совестью повстречал в штреках белого шахтера. Белый шахтер не просто призрак, у него есть своя история. Однажды учительница местной школы Ольга Ковалева привела на экскурсию своих учеников. Вместе с ними послушала легенду. Рассказ экскурсовода неожиданно пробудил воспоминания из далекого детства. В детстве я слышала такую же историю, когда я была еще совсем маленькой от моей бабушки. Бабушка рассказывала кому-то, не мне, рассказывала историю о себе, о своей фамилии, скажем так. Ее отец на самом деле был тот самый шахтер. В апреле 1912 года Николай Казанцев с напарником добывали руду из неглубокой шахты у реки Березовка. В то время, когда дед нагребал руду, его видимо там завалило в шахте, напарник ничего не говорил. То есть как обычно пришли домой, как обычно видел, он ушел. И когда все-таки его начали более подробно расспрашивать о том, куда же он делся, он показал, где они находились, где они работали и когда туда спустились, увидели, что его засыпало, он лежал на спине и рука находилась в треперстии. Это уникальная фотография. Молодой человек слева Николай Казанцев, прадед Ольги Ковалевой. В ее семье убеждены, это его дух время от времени появляется в шахтах, устраивает обвалы и показывает золотые жилы. Вот одна из таких жил. Среди живущих на земле мало кто видел такую красоту. Хотя на самом деле блестящий минерал это не золото, это перит. Количество золота в нем минимально. Но даже этого бывает достаточно, чтобы подержавшие его в руках люди ощутили власть драгоценного металла. Лобанов вспоминает, пару лет назад энтузиасты проложили для школьников туристический маршрут по некогда золотоносным рекам. Вместе с детьми приехали журналисты. Несколько человек увидели крупинки вот этого перита, не золота, перита, и когда они ко мне подскочили, скажу себе, золото, я проверить хотел, да, я говорю, золото. И человек сразу же изменился. Она отбросила так лопату, она руками начала рыть эту, так сказать, это, и к ней рядом там пристроился еще один мужчина, который тоже хотел в этом же месте, у них до драки чуть не дошло. Вот это моя территория, и это дело, людей начинает трясти. И вот я никогда не видел вот это, что такое золотая лихорадка. Вот это я посмотрел, что люди начинают с ума сходить. Мало Мало кто знает, что знаменитая золотая лихорадка началась в этом месте на 70 лет раньше, чем в Америке. В 1814 году здесь были открыты первые в мире золотые рассыпи. Молодой уральский инженер Лев Брусницин вопреки всем прогнозам обнаружил рассыпное золото в реке Мельковке. Рассыпное золото вывело Россию на первое место по добыче золота в мире. Буквально в 1845 году 48,5 всей мировой добычи принадлежала России. Брусницин не просто открыл рассыпное золото. Он разработал технологию его добычи. Уже через 3 года в 1817 Россия приступила к выпуску золотых 5-рублевых монет. За золото в Англии и Германии были куплены новейшие технологии из станки. Страна стала ведущей индустриальной державой. Золотой запас России стал самым большим в мире. И все благодаря открытию одного человека. Лев Иванович Брусницин посвятил всю свою жизнь служению России. Я хочу, чтобы имя этого человека, не я, а мы, коллектив и многие люди, чтобы засверкало это имя и воздать ему должное, как то, что он действительно заслужил. гроб выглядел так, как будто его закопали на прошлой неделе. А череп имел золотистый налет. Даже сохранились его волосы, его, значит, одежда. И самое главное, череп, который мы, так сказать, увидели, он темного цвета. И мне сказали, что это одно из признаков святости этого человека. И действительно, этот человек вот для меня, в моем понятии, это святой. Через полгода антропологи из Сибирского отделения Российской Академии наук создали портрет человека, которого молва прозвала Колумбом русского золота. На родине Льву Ивановичу Брусницину собираются установить памятник. Жители этого небольшого поселка в Московской области не подозревают. Мужик на стареньком тракторе, который периодически прочищает дороги от снега, известный ювелир Анатолий Лапцевич. Его изделия украшают коллекцией десятка крупных музеев мира. Его заказчиками были жены советских писателей, политиков и примы Большого театра. Но Анатолий Иванович уже 5 лет не берет в руки ювелирного инструмента. Все началось с мистического случая. Весной 2007 года в руки ювелира попало необычное кольцо. Это было довольно массивное кольцо с бриллиантами. Но небольшие бриллиантики, но их там довольно много было. После появления этой вещи в доме стало происходить странное. То здесь, то там появлялись обожженные места. Особого значения этому поначалу не придали. Вечер 29 мая 2007 года Лапцевича запомнили навсегда. Первой неладная почувствовала супруга Анатолия Вера. Вроде бы по потолку пробежал какой-то огонек. Ни звука, ни запаха, ни дыма, ни треска. Но ничего, вот в полной тишине. Вот у меня ощущение, что огонь крался, что он просто подкрадывался. Он был какой-то очень светящийся, что ли. Ощущение того, что пожар разгорается где-то в другом измерении, было стопроцентным. Вера позвала мужа. А еще ничего не видно. Нет ни дыма, ничего. Я поднимаюсь по этой лестнице наверх на чердак. Посмотрел, все нормально. Никаких нет признаков чего-либо. И уже хотел спускаться. И слушал у себя за спиной какой-то шорох. Я поворачиваю голову и вижу вот огонь. Прямо у меня за спиной. Буквально вот чуть дальше вытянутой руки. Но откуда огонь взялся на потолке? План дома Анатолий делал сам. Лично контролировал постройку и знал наверняка. Ни электропроводки, ни красок, ничего другого, что могло бы загореться в этом месте дома точно нет. Однако польза от этого знания не было никакой. Через считанные минуты загадочный тихий огонь охватил весь дом. Я почему-то взяла только процессор от компьютера, взяла коробку, в которой лежали котята, и совсем вместе этим я вышла на улицу. Больше я в дом не вошла. Я стояла и смотрела, как вот это все горит. В этот момент никто не вспомнил, что буквально за неделю до пожара в своей московской квартире супруги затеяли ремонт. Вещи, картины и даже мебель временно перевезли на дачу. Скорело все. Деньги, документы, заготовки из драгоценных камней и металлов. Расплавился и весь металл, и металл этих радиаторов, все бронзовые краны, все там стояло, все расплавилось, ничего не смог найти. И вдруг среди вот это пепелище, среди этого угля стало раскапывать и лежит кольцо, практически нетронутое. Злополучное кольцо очистили и поспешили вернуть хозяину. Но с тех пор Лапцевич не сделал ни одной новой вещи. Сегодня он потихоньку отстраивает новый дом. К своему жилищу он относится как к большому ювелирному изделию. День за днем совершенствует каждую деталь. Никакого проекта, ничего. Я представляю это не эскиз. Эскиз не передает объема. Я вещь представляю в объеме. Как она должна смотреться с той или другой стороны. рисунок. поэтому мне даже не нужно рисовать, потому что рисунок не передаст то, что я хочу сделать. Это трехэтажное здание 72-летний мужчина отнюдь не богатырской внешности построил без всякой посторонней помощи. От установки несущих балок до ковки балконных ограждений он все решил сделать своими руками. Говорят, если в создание вещи вложить свою душу, то любая магия будет над ней бессильна. 29 марта 2012 года Санкт-Петербург был потрясен невероятной находкой. Во время ремонта межэтажных перекрытий бывшего особняка князей Нарышкиных рабочие обнаружили потайную комнату. Помещение в 6 квадратных метров не значилось ни на одном плане здания. Внутри находился самый крупный клад за всю историю современной России. 40 мешков столовой посуды и изделий из золота и серебра. Такой коллекции нет ни в одном музее мира. Это очень ценная находка. В начале 19 века выполнена во второй или половине 19 века. Тем более это какая-то крупная фиг и безусловно как бы вещи в такой семье как Нарышкины вещей второго порядка вещей быть не могло. Но каким чудом Нарышкиным удалось более чем на 100 лет спрятать в своем доме такой огромный тайник. Профессиональные кладоискатели называют такие места воровскими комнатами. Найти их специально практически невозможно. Клад опечатывался четырьмя крестами. То есть это символ захоронения. Символ тайны четыре креста. Кстати поэтому легенда о подземных ходах в Аркуркурского государства тоже называется легенда четырех крестах. Это символ магической защиты просто. Павел Мирошниченко уже более 30 лет изучает подземелья Ленинградской области. За это время в руки исследователя попадало немало информации о наличии воровских комнат в водоводах и тайных ходах. Только в царском селе таких мест не менее трех пока не нашли ни одной. Большинство потайных комнат сооружались на стадии строительства. Это особняк графини Самойловой в городе Павловске. Построили его в конце 18 века. Когда-то здесь собирался весь цвет высшего общества Петрограда. Заседали тайные масонские ложи. Сегодня здание разрушено. Только в таком виде становятся видны его секреты. Перед нами сложное архитектурное сочленение. Здесь полукруглая стена и треугольник образованный двумя другими стенами. Если вы находитесь внутри зала одного из двух залов либо вот этого зала либо зала который находился с той стороны помещения вы не можете оценить какой объем скрыт между стенами. Вам расположено абсолютно впритык и что только небольшая колонна декоративная стоит в углу а на самом деле внутри стены будет находиться помещение ну там вот как вот здесь площадью около 6 квадратных метров. сохранилась сохранилась даже часть механизма который позволял проникать в тайник туповая вставка и прорезь для потайной дверцы примерно такое же помещение обнаружили строители в доме Нарышкиных между этими двумя зданиями прослеживается некая мистическая связь некоторые клады как вы видите лежат очень спокойно и им не нужны никакие ловушки они находятся сами в мистической аномальной зоне это было в Пертербурге недавно это зона аномальная Нарышкинская еще два года назад в руки диггеров попали уникальные исторические документы по ним удалось установить историю питерского дома номер 29 по улице Чайковского дело в том что в пределах этого здания была разрушена первая древняя церковь а вторая она закрывала входы в капище эти инфернальные врата зла намольного совершенно другими цивилизациями поэтому естественно зона аномальная во время экспедиции по подземельям диггеры регулярно сталкиваются с аномальными зонами одна из таких зон находится непосредственно под Кремлем ее влияние исследователи подземелья ощутили во время поисков одной из самых больших тайн истории легендарной библиотеки Иоанна Грозного нас постоянно уводил пока приборная диагностика не показала наличие хода влево мы все время шли вправо упорно хотя он был у нас мы его замечали и мы пошли совершенно по другому мы пошли назад и пошли против правил правой руки правилом левой руки развернулись и мы попали туда проверив приборы подтвердив уже своими глазами что несмотря на то что мы видим поворот вправо и поворот влево в узком проходе диггеры обнаружили низкую дубовую дверь открыть ее не было никакой возможности за столетия своды опустились и намертво прижали дверь к полу через остаток замочной скважины или выбитый замок сейчас сложно сказать что это такое мы смотрели туда внутрь толщина очень большая у этой двери и видно было дальше продолжение такого хода арчатого это где-то 14-15 метров под Кремлем стояли сундуки огромное количество либо сундуков либо гробов вот сейчас точно нас было трое мы посмотрели вот один за другим но во всех описаниях мы смоемся к тому одни что это сундуки другие что это гробы чтобы открыть дверь требовалось специальное оборудование было решено вернуться на следующий день дорогу к заветному месту диггеры запомнили хорошо однако вернуться по ней не было уже никакой возможности как будто специально кто-то туда пустил воду и глинистая такая вот насыпь вошла в ход полностью закупорив его метров 30 а может 40 под неглинкой из глинистой жижи диггеры извлекли вот этот предмет по-видимому свидетель событий пятивековой давности то что вы видите держалось вот так и один из князей держал такой жезл силы из которого потом появились государственные жезлы эта деталь еще больше убедила Михайлова в поисках легендарной Либерии они находились на правильном пути история с кладом Нарышкиных наглядно показала сокровища из аномальных зон однажды возвращаются в наше измерение но только в назначенное им время в середине 70-х годов 20-го века фермер из штата Аризона Дэвид Хадсон случайно стал автором мировой сенсации ему нужно было решить совершенно практическую задачу улучшить плодородие земель и он обрабатывал соляной кислотой и значит когда он проверял почву что растворяла соляная кислота что не растворяла он выделил некий материал некий остаток который не растворял соляной кислотой Тем же летом на полях Хадсона стали происходить странные вещи под лучами солнца ни с того ни с сего появлялись яркие огненные вспышки после них на земле оставался странный белый порошок на вопрос о его химическом составе американские химики только разводили руками ну они назвали это абсолютно ничто то есть они не могли понять какой этот металл он не попадал в группу Менделеева то есть таблицы Менделеева они не нашли аналога в 1979 году в руки Хадсона попали работы советских ученых по физике плазмы в них описывались аналогичные вспышки в том же году Хадсон привез порошок в СССР наши химики провели спектральный анализ представленной субстанции и определили что она состоит из металлов платиновой группы но в неизвестной науке форме частички порошка были настолько малы что их можно было сравнить с размером атома исследование физических свойств материала повергло ученых в шок при нагревании до 600 градусов емкость с порошком теряла половину массы охлаждение в жидком азоте напротив увеличило вес субстанции в 4 раза когда порошок вновь нагрели показанием электронных весов не поверил никто вес поддона с раскаленным порошком оказался меньше чем пустого при дальнейшем нагревании вес порошка стабильно опускался к нулю в какой-то момент он как будто растворялся в воздухе ученые провели еще один простой эксперимент в момент невидимости они попытались перекопать порошок лопаткой они хотели проверить вот действительно как бы переход вот этой грани из одного измерения в другую и они пришли к выводу что как бы при переходе из одного измерения в другое когда исчезновение визуальное происходит после уменьшения температуры порошок появился в том же виде что и до исчезновения то есть субстанция не становилась невидимой просто при нагревании она каким-то образом переходила в другое измерение исследования засекретили о дальнейшей судьбе открытия в СССР ничего не известно работы в США продолжились в институте перспективных исследований в Остине там порошок назвали моноатомным золотом и однозначно отнесли к разряду экзотических материй существование так называемой экзотической материи было доказано директором техасского института перспективных исследований доктором Халом Пудгофом и моноатомное золото фермера Хацена подтверждало его теоретические выводы Пудгоф утверждал что при помощи экзотической материи можно изменять пространство время В будущем экзотическая материя позволит космическим кораблям двигаться со сверх световой скоростью при этом теория относительности Эйнштейна нарушена не будет корабль на самом деле вообще не будет лететь подобно тому как реактивный двигатель самолета засасывает воздух спереди и выбрасывает его сзади космический корабль будет сжимать спереди и расширять позади себя пространство и время пока это только теория но именно она позволяет объяснить вещи над разгадкой которых человечество бьется уже не одно тысячелетие с первых страниц Ветхого Завета слово золото встречается по многу раз на каждой странице почему Библия так часто поминает этот металл с точки зрения современного общества золото скорее корень зла чем источник духовной силы подлоги убийство предательство жадность далеко не полный список преступлений на них человечество шло во имя обладания золотом ответ напрашивается сам собой со времени сотворения мира и до рождения Христа золото имело другой тайный смысл и лишь потом человечество сделало солнечный металл символом богатства и власти например золото было необходимо для создания одной из святынь древнего мира ковчега завета господь завещает то есть он инструктирует моисея буквально на горе чтобы он сделал ковчег завета и он ему очень подробно рассказывает как это ковчег завета сделать из инструкции следует ковчег завета состоял из трех ящиков внешнего золотого среднего из дерева акации и внутреннего опять из золота вот как описано в библии крышка ковчега сделай крышку из чистого золота длина ее два локтя с половиной а ширина ее полтора локтя выдавшимися из крышки сделай херувимов на обоих краях ее и будут херувимы с распростертыми вверх крыльями покрывая крыльями своими крышку а лицами своими будут друг к другу золото один из самых тяжелых металлов современные исследователи подсчитали одна только крышка такого размера должна была весить две с половиной тонны общий же вес ковчега составлял более двух тысяч девятисот килограммов получается каждый из четырех жрецов нес не менее семисот сорока килограммов очень подробное описание изготовления конструкции ковчега самое главное очень подробная инструкция жрецам потому как с этим ковчегом надо обращаться они очень здорово напоминают технику безопасности перевозить ковчег завета категорически запрещалось инструкция предписывала носить святыню посредством продетых в кольца деревянных шестов единственный случай когда святыню водрузили на повозку закончился трагедией молнии поразили тысячи людей если повторить подробно все вот это что описано в библии сделать такой ковчег с двумя херувинами обращенными лицом друг к другу со всеми столбами цепями и получается следующая картинка вот он на повозке валы эту повозку везут вы представляете это великолепная динамическая машина поэтому когда его захватили и привезли в телеге и привезли в город и там погибло 50 тысяч жителей просто написано такой мощный разряд каким же образом 4 земных человека могли переносить 3 тонны на сотни километров древние тексты указывают помимо скрижали с заповедями в ковчеге хранился сосуд с манной мелким белым порошком возможно именно в этом порошке сокрыт секрет перемещения ковчега есть основания полагать что манна изготовлялась из золота и обладала свойством левитации не случайно переносивших ковчег служителей Библия называет левитами в описании странствий евреев по пустыне сказано что ковчег сам нес тех кто нес его правдивость древних текстов и подтверждает открытие фермера Хатсона из 20 века открытый Хатсоном материал обладал свойствами левитации или антигравитации то есть он не стремился притягиваться к земле как все другие предметы а улететь вверх как огонь Индия родина древнейших цивилизаций развивающаяся экономика здесь соседствует с одним из самых низких уровней жизни в мире в этой стране проживает две трети бедняков планеты тем не менее по потреблению золота Индия находится на первом месте в мире помимо любви к всевозможным золотым украшениям порядка двух тонн золота в год индусы просто съедают медицинские препараты на основе золота здесь изготавливают уже 7000 лет и называют басмами в современном понимании это нанозолото басма производится следующим образом берется тонкая металлическая фольга из золота фольгу нагревают а потом закаляют то есть опускают в такое вещество как моча делается это несколько раз подряд хоть может быть это покажется смешно и нерационально на самом деле это имеет глубокий смысл вот во время этой процедуры золото окисляется и входит в соединение с хлором закаленная в крови моче фольга сжигается на огне и превращается в мелкий порошок такое лекарство не имеет срока годности и в любой момент готово к употреблению можно лечить во-первых аллергические заболевания и даже в современной медицине аутоиммунные заболевания типа ревматоидных артритов действительно лечат соединениями золота затем в настоящее время установлено что золото унитает злокачественные клетки оно может использоваться по-разному в этом случае но также есть значит основания предполагать что золото способствует увеличению связи между нейронов и головного мозга тем самым улучшается умственные способности древняя традиция правителей всего мира есть и пить из золотой посуды тоже родилась не на ровном месте и дело здесь не столько в красоте сколько в целебных свойствах этого металла современные исследования доказали при соприкосновении с едой и водой золото выделяет в пищу ионы айон это самая мелкая наночастица и они присутствуют в воде хоть считается что золото очень устойчивый нерастворимый металл на самом деле это не так золото как вообще практически все окружающие вещества нашего мира дефундируют не только в воду но даже и в воздух причем это тоже было известно задолго до нашей эры для изготовления живой воды древние веды предписывают кипятить золотой самородок в течение получаса современную золотую воду изготавливают при помощи электролиза если мы возьмем кусочек золота и соединим его с металлом величина выхода электрона меньше это может быть например металл платиновые группы платина палладий иридий и так далее если вы их соедините и опустите в воду оттуда будут значит дефундировать в воду ионы золота уместно вспомнить еще один королевский атрибут золотую корону которая до недавнего времени неизменно венчала головы всех правителей причем корона могла быть двух принципиально разных моделей дело в том что оно является диамагнетиком и оно или не пропускало влияние с моей точки зрения народа когда правителю надо было изолироваться вот он свою ауру он изолировал с помощью золота от влияния внешнего окружения и он был самостоятельным в принятии решения или была другая форма короны такая вот лепестки когда на ложе он как бы транслировал значит народу свои мысли золото поделочный материал и носитель информации украшения и лекарства денежные единицы и символ власти объект поклонения и средства связи с богами могло бы человечество прожить без этого металла могло на нашей планете много других элементов со сходными физическими и химическими свойствами тогда зачем люди год за годом продолжают извлекать из земли золото в начале 80-х годов прошлого века американский исследователь Захария Ситчин предложил интересную теорию золото земли нужно вовсе не землянам тщательно изучив древние шумерские тексты Ситчин пришел к выводу эту цивилизацию основала и генетически запрограммировала на поиск золото высокоразвитая цивилизация анунаков с планеты Нибиру миллионы лет назад эта планета была частью солнечной системы а потом произошла катастрофа между Марсом и Юпитером находилась еще одна планета Теомат так вот произошла катастрофа Нибиру и Теомат столкнулись Теомат превратился в поезо астероидов а Нибиру изменила свою орбиту и стала удаляться от Стонца на планете стало катастрофически холодно для спасения надо было укрыть ее своеобразным одеялом жители Нибиру распыляли в своей атмосфере мельчайший золотой порошок для этого требовалось много золота огромные запасы обнаружили на соседней земле но кто-то должен был его добывать они скрестили свои гены с генами первобытного человека и получился человек разумный гомо сапиенс который вполне может под управлением инопланетян добывать золото в шахтах Ситчин вычислил выемка золотого запаса из земного сейфа должна произойти в 2086 году Нибиру вращается вокруг Солнца по вытянутой орбите и к земле приближается каждые 3600 лет Увидеть планету на большом расстоянии нельзя Золотая оболочка полностью экранирует сигналы радиотелескопов Грузовые корабли прибудут внезапно А пока все банки мира продолжают копить золото Субтитры